Каково определение личности? Живое существо или мёртвое существо? Или воображаемое существо? Или независимо ни от кого существо? Это живое существо и независимо ни от кого ничего. А что такое живое существо? Тот, кто обладает чувствами. Два набора чувств. Чувство восприятия и чувство ответа. Согласны? Мы воспринимаем, чтобы ответить. Так мы обмениваемся любовью. Откуда это? От Бога. Это он живое существо, он тоже обладает чувствами. Поэтому, если вы молитесь искренне, он отвечает. Такой опыт. Здесь почти у каждого человека в течение жизни вы хотя бы раз имеете такой опыт. говорит Заветов. Кстати, психологи прочитали, сколько времени человек находится в состоянии вот этого осознания Бога. Ну, скажем, средний религиозного обычного человека, который доверяет, что Бог существует. По которому иногда приходит в церковь и так далее. И выяснили, что средний такой американец, он находится в этом состоянии единения примерно в течение жизни 15-20 минут. Все, весь опыт Духового человека. Обычно в самых сложных ситуациях, когда вот нужно обратиться к Богу, он чувствует эту связь в трудностях больших. Это 15-20 минут, весь опыт. Но мы должны с вами заниматься медитацией каждый день. Минимум час такого опыта иметь. Вы проживаете много жизней за эту жизнь. Если будете каждый день медитировать, хотя бы полчаса. За вами никто не гонится потом, за вашим опытом и вашим разумом. То, что обычно проживает в жизни всего лишь 15 минут Духовного опыта. А все остальное потом уходит в небытие со смены тела. А все духовное остается с ним. То есть, вклад в течение жизни бывает 15 минут всего лишь времени. Но это было вычислено на Чиганском университете. И теперь есть и другая форма, установленная как бы международным стандартом. Это установлено как факт, доказательство по всему миру. Стандарт, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Это уже дано каждому человеку. А потом он ее теряет из-за неправильного общения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok